Минскую область во втором туре национального отбора славянского базара представит 8 вокалистов. Их имена назвали сегодня после 4-х часового прослушивания в колледже искусств. 21 претендент на участие в детском музыкальном конкурсе «Витебск» 2020 исполнил белорусскую композицию белорусского автора. Большинство из Молодещинского и Слудского районов. И только 7 юных вокалистов получили шанс исполнить песню на выбор. Жюри во главе с композитором Олегом Елисеенковым оценивали и репертуар, и вокальные данные. В победный список вошли три исполнителя. Елизавета Мея и Олеся Витлс, также Владислав Груздов. Вообще не ожидала этого, как видно на мне. Это счастье, это просто грань эмоций. И классный вокал должен быть. Когда ты просто двигаешься, и у тебя голоса нету, ну, это можно, конечно, но мне кажется, должно быть все. И тогда все будет окей. Вслед за детским конкурсом тот же состав жюри прослушал 14 кандидатов для участия в конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020». В итоговом шорт-листе пять вокалистов. Они уже лауреаты республиканских фестивалей «Белазовский аккорд», «Молодечна» и финалисты национального отбора на Евровидение. Сегодня обращают на эмоциональную подачу материала. Как бы говорят о том, что уже высокими нотами никого не удивить, поэтому все ждут эмоции. Славянский базар в первую очередь ориентирован на славянскую композицию, и здесь должна быть гармонична техника исполнения. Но мы не можем исключить тот факт, что сейчас все-таки есть определенные мировые тенденции, и американский рынок, он все-таки диктует определенные свои правила. Завтра финал региональных отборов. Эстафету принимает Брестская область. Прослушивание пройдет в Доме культуры агрогородка «Мир». Продолжение следует...